здравствуйте дорогие радиослушатели и зрители нашего а youtube канала в эфир программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша и и ведущие эдуард брумер и геладий сегодня мы беседуем с российским экономистом политиком общественным деятелем основателем и президентом российской некоммерческой организации институт экономического анализа кандидатом экономических наук андреем илларионом андрей николаевич добрый день геннадий добрый день это арт андрей николаевич большое спасибо что вы нашли время с нами побеседовать и снова вернулись к нам в эфир это всегда очень приятно спасибо за приглашение андрей николаевич начиная вопрос который последнее время волнует по моему всю политическую элиту не только россии но и чехии произошел скандал который вроде будем так быть вроде бы чехия страна которая никогда не была замечена в плохом отношении к россии и вдруг происходит такой политический и дипломатический скандал высылается 18 дипломатов давайте мы просто объясним многим чтобы не теряться каких-то догадках в чем суть проблемы и почему это настолько серьезно для чехов которые в принципе даже не могут до сих пор успокоиться вы назвали это явление скандалом но в принципе вообще то не столько скандал сколько это атака на независимое государство как показали расследование осуществленные чешскими специальными органами поздней осенью 2014 года группа сотрудников гру совершила подрыв военных складов в чехии а в результате которых было уничтожено вооружение и военное имущество на сумму в несколько десятков миллионов долларов и погибли два гражданина чехии расследование шло долго потребовались дополнительные усилия лишь совсем недавно результаты стали известны по этим результатам стало ясно что нападение совершили сотрудники гру вооруженных сил россии поскольку это ничем не спровоцированное нападение на территории суверенного государства то ответ чехии являлся минимально возможным в этих условиях чехии лишь высловала нескольких дипломатов российские дипломаты 18 дипломатов из чехии и конечно потребовало соответствующих извинений со стороны россии но понятно что от нынешнего российского руководства таких извинений дождаться невозможно поэтому по большому счету это атака это собственно говоря эти действия попадают под критерии агрессии против независимого государства это что сделали чехи это лишь маленькая толика того что таких ситуациях независимые государства может себе позволить принципе может могла бы позволить себе и больше но пользуясь вашим вопросом я хотел бы обратить внимание вот на что чехи является не сама по себе чехи является членом организации североатлантического договора и соответственно действия осуществленные против чехии запускают работу статьи 5 устава альянса нападение на любого члена нато является нападением одновременно нападение на всех членов нато и соответственно такое нападение требует ответа от всех членов нато когда три года тому назад группа грушников совершила похожее нападение чуть ли не даже те же самые лица на скрипалей великобритании в результате которой два человека или даже больше человек были отравлены а одна гражданка великобритании скончалась от примененного средства новичок британия по согласованию с другими членами альянса ответила соответствующими акциями и другие члены нато полностью поддержали британию в результате произошел самый масса со произошла самая массовая высылка российских дипломатов когда-либо замечено и в истории дипломата выслала и великобритания франция и германия и чехия и другие страны лидировал в этом деле никто иной как соединенные штаты америки сша три года тому назад в годы президентства трампа выслала 60 российских дипломатов несмотря на все слова какие трамп говорил о неважности нато или неважности действий солидарных действий с другими членами когда дело дошло до серьезный серьезного конфликта серьезного кризиса никаких возражений против совместных действий не было более того соединенные штаты лидировали в ответе стран нато против агрессии россии против одного из членов нато сейчас три года спустя когда произошла аналогичная атака на одного из членов нато в результате которого погибла не погиб не один человек а два человека причем непосредственно те кто работали тогда на военных складах как отреагировали члены нато и прежде всего соединенные штаты америки при новом президенте президенте обами ответ никак просто вообще никак не только не выслали дипломатов но байден не байден не остин не блинкин не помощник по национальной безопасности салливан просто не проронили ни одного слова защиту чехии чеще поддержали высказали вы поддержали действиями солидарности лишь три государства балтии и словакии и таким образом мы узнали в каких странах соблюдается 5 глава 5 статья устава нато и также мы узнали какова разница между нынешним президентом байденом и бывшим президентом трампом мы узнали каково их реальное отношение к нато и к исполнению обязательств по 5 статьи устава нато а господин путин также узнал что в случае если он будет совершать акции агрессии и нападение на некоторых членов нато в то время когда президентом соединенных штатов является господин байден то это ему может сойтись с рук потому что соединенные штаты не будут вмешиваться и не будут поддерживать членов нато и будут нарушать пятую статью устава нато иными словами с помощью этого теста путин выяснил что с президентом байденом 5 статья устава нато перестала работать андрей николаевич продолжая эту тему неужели владимир путин осуществляя вот эти будем так и теракты в европе не понимает что ответ этих стран всегда будет и будет довольно жесткий и это плохая работа российской разведки или этого такая наглость и шабаш и шабашная наглость которую российским просто постоянно просто демонстрирует демонстрирует в европе пока и в европе но планер путин провел такое испытание и выяснил что нападение на чехию действительного члена нато обошлось ему просто в сущую ерунду высылку 18 российских дипломатов за что кстати еще 20 чешских дипломатов были высланы из москвы то есть иными словами ему это обошлось ни во что но кроме того что он совершил то что он совершил подрывы военных складов убийство двух граждан чехи он к тому же получил исключительно важную информацию о том что исполнение статьи 5 устава нато зависит от того кто находится во главе соединенных штатов и во главе всего военного альянса он это подозревал и раньше он и ранее подозревал что такие президенты как обама и байден не будут выполнять свои обязательства по уставу нато но раньше это были лишь подозрения сейчас он получил фактическое подтверждение получил исключительно важное знание это и важность этого знания а просто не сопоставимо с какой-то там значит ценой которая уплачена путем высылки какого-то числа российских дипломатов это великое знание это знание которое позволяет ему осуществлять агрессии не только во-первых очевидно и против не членов нато таких например как украина или грузия или какие-то другие но это также развязывать его руки и против некоторых членов нато поэтому я просто не могу согласиться с точкой зрения что путину кто-то путин а кто-то заставил за это заплатить никто его не заставил за это платить а получил он очень много он получил это что он получил тогда в четырнадцатом году и получил дополнительные знания в двадцать первом году когда эти эта информация стала общеизвестной андрей николаевич переходя к украине на прошлой неделе мир стоял у порога войны и казалось что вот русские войска вот-вот перейдут российско-украинскую границу как вы считаете что послужило тем что все-таки они отползли выражаясь именно так и почему все таки европа не принимает украину в нато уже и канцлер меркель и по-моему макрон заявили о том что украина пока не готова быть принята в нато давайте мы разделим эти два важных вопроса прежде всего начнем с вашего первого утверждения а позвольте сказать прямо ясно и отчетливо для всех наших радиослушателей на прошлой неделе мир не стоял у порога войны не стоял на этом пороге самого начала этого кризиса в марте этого года более месяца тому назад я сказал и потом неоднократно повторял что никакого широкомасштабного наступления не в марте в апреле не в апреле не будет это все является лишь демонстрации мускулов за который никаких реальных действий не последует я приводил несколько причин почему до демонстрации мускулов то война нервов нервов которая заполонила средства массовой информации социальной сети не обернется и не может обернуться реальными военными действиями какие-то признаки первое группировка российских войск сконцентрирована на российско-украинской границе на линии соприкосновения в донбассе и в в крыму было недостаточной для проведения крупномасштабных военных действий на территории украины уже этого одного достаточно было того чтобы понимать что военных действий не будет второе концентрация этих войск осуществлялась открыто демонстрационно без маскировки в дневное время когда десятки и сотни обычных граждан делали фотоснимки делали видео снимку выкладывали это все в социальные сети все это делалось настолько откровенно что было ясно что путин это демонстрирует намеренно и не на и не планирует осуществлять реальные военные действия когда путин планировал реальные военные действия как это было 2008 в грудь восьмом году в грузии и в 2014 году в украине и затем потом операции под иловайском и в дебальцево войска подтягивались скрытно в темное время с абсолютной маскировкой путин никогда не готовить серьезные реальные операции демонстративно показывая какие силы он подтягивает таким образом это вторая причина третья причина не достроен газовый газопровод северный поток 2 для достройки ветки b в датских водах осталось менее 12 километров всего чуть более 20 километров а ветки а 85 километров поскольку газопровод строится иногда со скоростью один километр 600 метров в сутки то в течение предстоящих нескольких месяцев скорее всего к августу этого года газопровод будет достроен газопровод играет исключительно важную роль в геополитическом планировании в геостратегическом планировании путина почему потому что газопровод позволяет поставлять европу 55 миллиардов кубометров газа в прошлом году через газотранспортную систему украину было прокачано 55,6 миллиарда кубометров газа таким образом как только газопровод будет достроен как только пройдут испытания и как только через него пойдет газ газ перестанет идти через украину и соответственно газотранспортная система украины перестанет работать на перекачку российского гроза в европу после этого заинтересованность европы в поддержании стабильности обороны украины резко упадет путин не может пропустить такой уникальный шанс который радикально улучшает его геополитические позиции и так радикально ухудшает геополитические украин позиции украины для того чтобы не дождавшись буквально нескольких недель и несколько месяцев сорвать себе такое благоприятное положение естественно этого делать не будет следующее только что вот в конце несколько дней тому назад в конце апреля должно было состояться объявление об объединении россии с белоруссию для этого путин даже запланировал обращение к федеральному собранию должен был пролететь лукашенко с которым они это совместно бы объявили а затем запланирован было заседание совета федерации на котором были бы приняты все необходимые документы по объединению двух стран сейчас это не произошло лукашенко в очередной раз совершил вираж ускользнул из-под цепких рук путина но это не значит что следующих попыток не будет предпринято в ближайшие недели или месяцы если же это произойдет до сентября двадцать первого года то тогда к тому фронту российско украинском который существует уже сейчас добавится еще северный фронт длиной тысячи километров и тогда позиции путина который будет оказывать давление на украину будут радикально более сильными естественно путин не будет а провоцировать какое-то серьезное военное реальное столкновение сейчас до того момента когда он нибудь явный перевес в силах и в геополитическом положении и наконец последний факт в настоящее время в европе проводятся крупные натовские маневры defender 21 они начались марте и будут продолжаться до конца июня до тех пор пока американские войска находятся в европе путин никогда не начинал и не будет начинать никаких крупных военных операций он естественно дождется того когда американские войска уйдут из европы а маневры закончится и есть самый последний может быть главный фактор шестой в сентябре двадцать первого года путин запланировал крупномасштабные маневры совместно российских и белорусских вооруженных сил на территории как россии так и белоруссии запад 21 и тогда даже независимо от того произойдет объединение россии с белоруссией или не произойдет российские войска все равно окажется на территории белоруссии и тогда под прикрытием маневров на российско украинскую границу будут потянуты гораздо более крупные вооруженные силы чем это было в марте апреля этого года это идеальная ситуация для осуществления каких-либо операций против украины и с военной и с политической и с дипломатической и с экономической точки зрения поэтому никакой войны в марте апреля этого года не ожидалось и не могло быть те же обозреватели которые говорили об этом просто невнимательно смотрели за тем что происходит а вот вероятность того что крупный военный конфликт может развернуться в сентябре 21 года это очевидно и путин пока сейчас делает все все необходимое для того чтобы осуществить свои планы к сентябрю 21 года андрей николаевич продолжать тему украины окружение владимира президента украины владимира зеленского да и сам владимир зеленский говорит о том что он бы хотел бы встретиться с владимиром путином и вроде бы по последним сообщениям а такая встреча готовится владимир путин даже приглашал зеленского в москву а как вы считаете нужна ли это встреча вообще и что может за этим стоять эта встреча конечно нужно путину поэтому собственно путина пригласил зеленского в москву и более того путин даже указал что нужно зеленскому сделать для того чтобы эта встреча состоялась он сказал что зеленскому необходимо вести переговоры с днр лнр дальше принять все условия которые он путин продиктовал ему в том числе и по так называемой защите русского языка в украине по не преследованию путинских агентов украине и так далее у него есть длинный список того что он хотел бы требовать от зеленского и судя потому что зеленский не только принял это приглашение но вот и собирается это делать зеленский готов на это идти ну что ж это говорит о том что план который путин может осуществить сентябре 21 года может произойти может быть осуществлен и даже до этого времени если ему в этом будет помогать владимир зеленский судя потому что зеленский идет на встречу этому морально он уже к этому готов андрей николаевич а как вы считаете готова ли к этому украинское общество это мы узнаем как украинское общество будет реагировать на эти планы пока украинское общество крайне негативно относилась к перспективам сдачи украинских интересов и сдачи государственности украины путину посмотрим как что будет в этот раз андрей николаевич сойдем с этой темы и значит начнем говорить о том что на прошлой неделе президент путин сделал доклад которого все ждали вы уже об этом упомянула упоминали федеральному собранию где никаких экономических планов как все обозреватели говорили и писали он не сообщил раздал какие-то мелкие деньги назвав в своем стиле а вообще ваше впечатление об этом докладе как вы это видите и что может быть то чего мы не увидели в этом докладе что что он сказал это был сорванный доклад путин готовился конечно не к произнесению не этого доклада он готовился главному пункту объявлению об объединении с белоруссию и поскольку лукашенко в самый последний момент чуть ли не в ночь перед произнесением этого доклада позвонил путину и очень упро просил его не говорить об этом и сказал что нужно отложить объявление об объединении стран лишь на некоторое время сотрудникам администрации Путина пришел самый последний момент переформатировать выступление ну и собственно следы этого переформатирования это резкие достаточно очевидны доклад очень рваный в нем есть популистская часть о которой вы сказали о предоставлянии каких-то небольших там подачек подвластному населению а также повисающие совершенно нелепо отсылки к двум якобы государственным переворотам одному государственным переворотом в украине в киеве в четырнадцатом году который якобы привел к отставке и другому еще более нелепому государственному военному перевороту который запланировали один блогер и один адвокат в белоруссии понятно что это так называемый фейковый государственный переворот против лукашенко совершенно искусственно сфальсифицирован российскими спецслужбами для того чтобы сделать лукашенко более сговорчивым в деле объединения двух стран но видите даже такая спецоперация по крайней мере пока не смогла убедить лукашенко пойти на соглашение об объединении двух стран поэтому надо признать что это такой сорванный доклад который наверняка доставил путину немало неприятных минут как впрочем и все другие вопросы взаимоотношений с лукашенко но он попытается взять реванш за эту неудачу в предстоящей неделе месяце андрей николаевич перед тем как мы уйдем на короткую рекламную паузу такой вопрос на ваш взгляд справляется ли михаил мишустин с работой правительства и почему вдруг начал такой как бы вояж последние недели он в чечне побывал там еще съездил на дальнем востоке с чем это связано и как вы оцениваете его работу последнее время это связано с его президентскими амбициями самое главное да конечно дело в том что согласно нынешней российской конституции если что-то происходит с президентом пост который сейчас занимает путин то автоматически исполняющим обязанности президента становится премьер-министр поскольку мишустину за последний год с небольшим удалось избежать каких-либо крупных скандалов ему удалось не связаться с борьбой против коронавируса и эпидемии соответственно с ответственностью за гибель порядка 500 тысяч российских граждан в результате эпидемии ему удалось не влезть никакие другие скандалы кризисы и проблемы а удалось позиционировать себя в качестве успешного менеджера то он посчитал что сейчас его шансы в том случае если что-то происходит с Путиным серьезно выросли и его активизация его действий в последнее время отражает его явные президентские амбиции Андрей Николаевич мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу через пару минут вернемся оставайтесь с нами спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции «Народная волна» Чикаго ведущий Эдуард Брумер сегодня мы беседуем с российским экономистом политиком и общественным деятелем Андреем Николаевичем Иларионовым Андрей Николаевич вы с нами? да Андрей Николаевич возвращаясь к предыдущему вопросу вот как бы я хотел спросить давайте на минуту представим что вы не экономист а психолог как бы вы описали психологический портрет от Владимира Путина вот то что вы видите сейчас коротко так вот какими-то тремя-четырьмя словами ну вы правильно сказали я не психолог и предпочел бы этого не делать потому что наверное специалисты психологи знают на что надо обращать внимание какие есть черты какие-то особенности я не специалист в этой области а и еще в догонку вопрос вот вы упомянули Мишустина а как вы считаете вообще он готов к тому чтобы принять образы правления такой огромной страной он это очень хочет ну хотеть и уметь вещи все-таки разные согласитесь ну некоторые так и никогда не научатся этого делать но желание у многих есть гораздо большего чем у тех кто может это делать например ни один человек который не был на этом посту не может сказать и о нем нельзя сказать сможет сделать или не сможет сделать однако желание есть Андрей Николаевич поговорим немножко о нашей стране Соединенных Штатах Америки с того момента как мы с вами последний раз разговаривали сейчас президентом стал Джо Байден честно вам скажу от себя лично я его президентом не называет лично для себя я его президентом не считаю по очень многим причинам как бы вы оценили вот эти сто дней байдена и на что можно как бы сказать рассчитывать наверное хотя бы в этом году что можно от него ожидать и этот от его администрации вы знаете это как раз тут не частый случай когда все предсказания в отношении будущего президента мы с вами встречались в ноябре прошлого года вскоре после выборов но когда еще не до конца было ясно кто именно станет президентом на следующий срок но вот все предсказания которые высказывались летом осенью прошлого года они все реализуются причем реализуются с гораздо большей скоростью быстрее чем кто бы то ни было мог подумать но вот все предложения все соображения относительно разрушение политических институтов Соединенных Штатов Америки разрушение правовой системы Соединенных Штатов Америки уничтожение свободы слова подавление первой поправки Конституции в Велеправах подавление второй поправки на право на ношение оружия все это реализуется фантастической скоростью мы видим что это касается внутренней жизни Соединенных Штатов. Что касается внешней жизни, мы уже с вами говорили о том, что Байден не является сторонником Украины, не является сторонником Чехии, не является сторонником других стран-членов НАТО. Он является большим сторонником, например, президента Путина, с которым он уже дважды говорил по телефону, которого он пригласил на климатический саммит, абсолютно бесполезный и вредоносный, которого он похвалил после этого саммита, назвав его выступление превосходным и прогрессивным. В устах Байдена слова прогрессивные это как бы высшая степень награды, высшая степень оценки. То есть он как бы говорит, что Путин принадлежит тому же самому прайду, тому же самому клану, тому же самому племени, что он сам Байден. Ну понятно, что, например, Байден не приглашал например, ни президента Зеленского, ни президентов, руководителей Балтийских стран на этот саммит, независимо от того, насколько он бессмысленный, но хотя бы просто, чтобы люди были тоже были бы причастными к какой-то там мировой политической элите. Нет, он подобрал других людей, с которыми ему было приятно, интересно, полезно. Вот сейчас пришло подтверждение, что Байден подтверждает встречу с Путиным в середине июня. Скорее всего, она так и произойдет. И вся политическая судьба Байдена у нас перед глазами. В 1979 году, если мне память не изменяет, он был одним из очень немногих американских сенаторов, которые торопились приехать в Советский Союз на встречу с членами Политбюро, Громыко или с какими-то еще другими, для которого Политбюро принимало специальные решения, о которых нам рассказал Владимир Буковский, вывесил соответствующие документы из архива ЦК КПСС на своем сайте. Ну вот видите, прошло всего какие-то никакие 42 года, и Байден торопится на следующую встречу со следующим авторитарным лидером Путиным, с которым у него видно гораздо больше общего, чем с лидерами демократических стран. Он проводит совершенно бессмысленно, точнее бессмысленно, очень вредоносные вот эти действия по климату, которые носят разрушительный характер и для американской экономики, и для экономики всего мира. Он в первый же день, 20 января, в первый день своей каденции, в тот же день, когда он был инаугурирован, тут же прекратил строительство нефтепровода Keystone XL, который обеспечивал более высокий уровень энергобезопасности Соединенных Штатов Америки и давал большое количество рабочих мест Канаде. А за последующие 100 дней он не принял ни одного шага, который бы остановил строительство газопровода Северный поток-2, который дает миллиарды долларов его приятелю Путину. Вот просто на глазах. Он теми же самыми руками убивает экономическое благосостояние американцев и канадцев и обеспечивает дополнительные миллиарды долларов агрессору, который будет использовать эти средства для осуществления агрессии против Грузии, против Украины, против гражданского населения в Сирии и в других местах. Ну вот, ну что можно еще более ярко показать, какова физиономия этого человека. Ну вот смотрите, уже упомянутый ранее, бывший президент Соединенных Штатов Трамп в 2019 году предоставил военной помощи Украине на 415 миллионов долларов. Можно сказать, много, мало, с моей точки зрения, недостаточно, но тем не менее он предоставил эту сумму. Что сделал Байден? Он сократил эту сумму в 3,5 раза до 125 миллионов долларов. Причем еще даже Байден, Трамповская администрация в прошлом году предусматривала выделение 275 миллионов долларов и Конгресс проголосовал за это. Но когда пришел Байден, он из этих 275 миллионов долларов вырезал 150 миллионов и сказал, что о том, что он может дать эти средства только при выполнении Украины ряда условий. Через месяц, после того, как это было сделано, в разгар кризиса безопасности, с которого мы начинали с вами разговор, он отказался выдать даже эти 150 миллионов долларов при выполнении, даже в случае, если Украина выполнила бы эти условия, оставил только обещание выдать 125 миллионов долларов. И в те же самые дни, когда развивался кризис безопасности на украинских границах, когда подтягивались российские войска, Байден выдел 90 миллионов долларов кому? Палестинской автономии. Причем эти средства не были зарезервированы в бюджете Соединенных Штатов Америки. Это за пределами бюджета. Причем это было сделано даже в нарушении сложившейся практики, когда предоставление помощи палестинской автономии на получение получается согласие Израиля. Это было сделано в обход Израиля. А получение этих средств палестинской автономии хорошо известно, часть из них используется напрямую финансовую помощь террористам, палестинским террористам, которые взрывают бомбы на улицах израильских городов. Это свидетельство не о том, что в бюджете Соединенных Штатов нет денег. Это свидетельство лишь о приоритетах Байдена. Он сокращает помощь Украине, борющейся с агрессором, и предоставляет непредусмотренную в бюджете помощь палестинским террористам. Вот в том же самом бюджете Соединенных Штатов и не только в бюджете Конгресс Соединенных Штатов Америки принял два закона, обязывающих президента США ввести санкции против строительства Северного потока-2. Он обязан это сделать в соответствии с законом. Байден не выполнил ни первый, ни второй закон, не ввел никаких санкций, и благодаря этому Путин энергично достраивает Северный поток-2 вот с скоростью, про которую мы уже говорили. Мы можем продолжать эти списки, но вот уже даже эти сто дней дали нам достаточной информации для понимания, каковы представления, каковы приоритеты, каковы выборы, цели непосредством Байдена и всей его администрации. В целом, можно сказать, что, конечно, даже за эти сто дней сделано невероятно много по уничтожению правовой и политической системы Соединенных Штатов Америки, и с такой скоростью, если этот процесс будет проходить, то еще перед нашими глазами мы все станем свидетелями того, что Соединенные Штаты прекратят свое существование как лидер свободного мира и как страна, которая обеспечивала в значительной степени миробезопасность на этой планете. Андрей Николаевич, замечу только, что сама Украина и хотела смены президента США Трампа, насколько вы помните. Они не были благостно настроены по отношению к 45-м. Я не знаю, что такое сама Украина. В Украине есть разные люди. Кто-то хотел одного, кто-то хотел другого, но это дело Украины. Это дело украинских деятелей. Поскольку вы же задали мой вопрос. Давайте обсудим то, что происходит в этой стране. В этой стране Соединенных Штатов Америки. В этой стране происходит ликвидация базовых прав и свобод американских граждан. В этой стране происходит уничтожение политической правовой системы. В этой стране происходит уничтожение такого важнейшего инструмента, поддержания мира и безопасности в послевоенные, после Второй мировой войны годы, как НАТО. Потому что пятая статья устава НАТО перестала действовать на наших глазах. Этого результата добился не Трамп, который, как мы видели, тут же поддержал Британию, подвергшуюся нападению. Этого добился Байден. И, видимо, это далеко не конец того, свидетелями, чему мы еще сможем стать. Андрей Николаевич, а как вы вообще ощущаете настроение в Вашингтоне политического эстеблишмента и насколько сильны, каковы позиции вице-президента США Кэмэл и Харрис? Опять же, два разных вопроса. Отношения в Вашингтоне к тому, что происходит, разное, в зависимости от политических, идеологических позиций здешних людей. Есть люди, которым это очень нравится. Это выясняю. Это подтверждение того факта, который меня просто поразил, шокировал. Несколько лет тому назад, когда я познакомился с результатами опроса общественного мнения. Правда, это был опрос общественного мнения среди молодых американцев. По-моему, от 18 до 25 лет, если мне память не изменяет. И выяснилось, что половина, 51%, даже чуть больше половины, 51% молодых американцев в качестве образца для политической системы видят социализм. Я не поверил своим глазам. Я думал, что это какая-то ошибка. Может быть, они что-то понимают не то, что-то понимают не так. Но в дальнейшем было неоднократное обсуждение результатов этого опроса общественного мнения, а также других опросов общественного мнения. Я лучше познакомился с тем, что именно преподают сегодня в американских университетах. И к своему ужасу обнаружил, что да, действительно, эти люди правильно понимают, что такое социализм. И они сознательно за него голосуют и его поддерживают. Я напомню, что за несколько дней до президентских выборов 2020 года, до 3 ноября 2020 года, упомянутый вами выше, кандидат в тот момент на пост вице-президента Соединенных Штатов Камала Харрис разместила в своем, не знаю, это Инстаграм был, наверное, я не помню сейчас, какой конкретный инструмент, то ли Инстаграм, то ли Твиттер. Она разместила ролик, воспевающий коммунизм. Самым прямым образом коммунизм. И несколько дней спустя 80 миллионов американцев проголосовали, ну, по крайней мере, согласно тем данным, которые нам представили, проголосовали за кандидата, выступающего за коммунизм, и за президента, за кандидатов в президента, которые поддерживают такого вице-президента. Поэтому мы сталкиваемся сейчас в Соединенных Штатах Америки с феноменом, которого, честно говоря, трудно было себе представить какое-либо время тому назад, да и по-прежнему даже сегодня очень трудно представить, когда американцы, по крайней мере, значительной части американцев, судя по всему, либо половина, либо чуть больше половины, либо около половины, сознательно голосуют за сторонников социализма, коммунизма, тоталитаризма, расизма. Вот это является, конечно, необычным явлением. Андрей Николаевич, тогда, вот, если, к примеру, все то, что вы описываете, будет в течение вот этого года, следующего года, может ли это дать шанс республиканской партии при каких-то обстоятельствах забрать под свое крыло и Сенат, и Конгресс? Ну, смотрите, я очень сильно сомневаюсь в этом. Мы же столкнулись с теми массовыми фальсификациями в избирательной системе в ноябре 2020 года. И мы столкнулись с тем, что даже тогда, когда были предъявлены бесспорные доказательства о фальсификации, суды отказывались рассматривать это. Вплоть до Верховного суда, который отказался рассматривать иск по, значит, предъявленной штатам Техас. А поскольку за последнее время демократическая партия развернула наступление по всем фронтам, вот сейчас только что Нижняя палата проголосовала за предоставление прав штата округу Колумбия. То, что предсказывалось, что демократы, естественно, будут делать. Вот они уже, не дожидаясь никакого, не откладывая в долгий ящик, они осуществляют прямо сейчас. На пороге, видимо, и другие шаги по изменению, в том числе, границ избирательных округов. Поскольку одновременно, значит, усилив... Да, предложена реформа Верховного суда, в результате которого демократы собираются ввести четырех новых судей Верховного суда. Естественно, все будут демократами. И таким образом, Верховный суд, даже нынешний Верховный суд, который отказался рассматривать эти вещи, превратился в совсем уже другой Верховный суд. Но и поскольку контролируется избирательная система, поскольку контролируется средство массовой информации, поскольку контролируются социальные сети, я, честно говоря, не вижу способов, каким образом республиканская партия может выиграть какие бы то ни было выборы. Выборы в Конгресс, выборы в Фенат или президентские выборы. Как и говорилось в прошлом году, демократическая партия идет к власти навсегда. И пока ничто из того, что происходит вокруг меня, не изменило мое представление о происходящем. Вот мы говорили про Камалу Харрис, да? Я, насколько я знаю, многие, я беседовал с многими тех, кто поддерживает демократическую партию, они недовольны, то есть, будем так говорить, они как бы довольны Байденом, но они недовольны Камалой Харрис, и для них Камала Харрис является страшным сном, если вдруг она станет президентом США. Есть ли шансы у Камалы Харрис или все-таки Байден как-нибудь каким-нибудь, как говорится, ползком и так далее, все-таки дотянет до конца срока? Во-первых, мы этого не знаем. Этого не знает никто. Этого знает только Господь Бог. И то, если он соберется с мыслями. Дело в том, что самое главное это непредсказуемое состояние здоровья господина Байдена. Вот это имеется в виду? Этого никто не знает. Этого даже сам Байден не знает. Это может произойти в любой момент. Да, он показывает вот за эти последние сто дней, в общем, внешне показывает достаточно большую активность. Но как долго это будет продолжаться? Мы видим количество ошибок, количество поправок, исправлений и так далее. Ну, что делать? Ну, такой возраст, такое состояние. Как долго это будет продолжаться? Никто не знает. И понятно, что если это произойдет до следующих выборов, то автоматически в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки пост президента займет вице-президент. Изменить это нельзя. Это во-первых. А во-вторых, в том случае, даже если Байден закончит свой срок в течение четырех лет, то в дальнейшем, учитывая его возраст состояния здоровья, нельзя исключить того, что на выборы пойдет его вице-президент. Это стандартная практика. А не кто-то другой из демократической партии. Я просто не вижу, я не не предпринимаю какой-либо пример в истории Соединенных Штатов Америки, если чтобы после первого срока президентского срока шел бы не тот человек, кто был президентом, или не тот человек, который был вице-президентом, а кто-то из партии, из этой же партии, представленной этой партии, без импичмента или без, скажем так сказать, каких-то проблем со здоровьем и жизнью этого человека. Я просто не видел ни одного примера. Поэтому, независимо от тех или иных чувств к нынешнему вице-президенту, по крайней мере, сейчас, мне кажется, ничто этому не угрожает. Андрей Николаевич, давайте поговорим пару слов, все-таки обговорим о Китае. Китай сегодня имеет достаточно доминирующее значение в мировой политике. Каковы отношения сегодня Китая и США? Я думаю, что сейчас Китай все-таки не обладает доминирующим положением в мировой политике. Китай сейчас добился паритета с Соединенными Штатами по экономическому потенциалу. И, похоже, даже уже превысил, то есть, не похоже, а точно превысил Соединенные Штаты по экономическому потенциалу, догоняет Соединенные Штаты по военному потенциалу и догоняет Соединенные Штаты по политическому потенциалу. Поэтому, Но стратегическая позиция Китая хорошо понятна. Они не собираются провоцировать каких-либо серьезных кризисов с Соединенными Штатами в ближайшее время, дожидаясь того момента, когда у них будет явное преимущество не только по экономическому и военному потенциалу, но и по политическому потенциалу. За это время Соединенные Штаты себя дискредитируют, особенно с таким руководством, ослабят себя экономически, военно, политически, растеряют своих союзников, как это успешно делается при нынешней администрации. И вот тогда уже сложатся наиболее благоприятные условия для того, чтобы новому Китаю или будущему Китаю, или нынешнему Китаю, уходящему тогда через 5-10 лет, не знаю, через какое время, предъявить свои претензии на совершенно другое место в этом мире. В принципе, это уже произошло на переговорах в Анкоридже. Мы все стали свидетелями этого разговора китайского министра иностранных дел с госсекретарем Блинкиным. И на что никакого ответа со стороны Соединенных Штатов, со стороны того же Блинкина, не последовало. И все сделали вид, как будто так и должно быть. Но это уже свидетельство просто о совершенно другом соотношении экономических, военных, политических сил в современном мире. Но еще раз скажу, что Китай в настоящее время лишь только еще пробует почву, тестирует ситуацию и пока еще не предъявлял своих реальных претензий на лидерство в современном мире. Это все впереди. Андрей Николаевич, сейчас, естественно, то, что мы видим, происходит в мире. Многие люди начинают серьезно интересоваться экономикой. Читают много книг, например, возвращаются к таким авторам, как Наполеон Хилл. Это может быть как бы немножко утрированные такие авторы. Но интерес к экономике есть. Вы, как профессиональный экономист, кандидат экономических научных, много лет занимающийся экономикой, что вы могли бы посоветовать какую-то книгу или каких-то авторов, которые бы могли объяснить нам вот эти сегодняшние тенденции, но таким как бы простым языком, если коротко. Потому что у нас остается буквально две минуты, одна минута даже. Экономика – это огромный мир. За минуту и за две ничего не скажешь. Экономика всегда играла, играет и будет играть очень важную роль. Потому что это фундамент для военного, политического, дипломатического веса в современном мире. Тот, кто забывает об экономике и разрушает ее, обрекает себя на отставание. Та экономическая политика, которая проводится с нынешней Байденовской администрацией, направлена на уничтожение экономического потенциала Соединенных Штатов Америки. И это тоже усугубляет все то, что делается на других фронтах. Поэтому, может быть, когда-нибудь, кто-нибудь эту ситуацию изменит. Но пока, к сожалению, я не вижу признаков того, кто бы это мог бы быть. Андрей Николаевич, огромное вам спасибо за это интервью. Как всегда, было очень интересно. И мы бы хотели вернуться через пару, может быть, месяцев, события происходят, и поговорить с вами еще раз. Берегите себя, здоровья вам, всего самого наилучшего. Спасибо еще раз. Спасибо вам, Геннадий Эдуард. Спасибо вам большое за приглашение. Вам всего доброго и нашим слушателям также. Удачи. Удачи вам.